Привет, друзья! В начале года мы запустили информационно-познавательную рубрику, в которой я в хронологическом порядке традиционно рассказываю о событиях минувших 7 дней. О том, какая была эта неделя, вы узнаете в ближайшие минуты. Четвертый итоговый выпуск начинается прямо сейчас. Вечером в субботу, 18 января, ивановские активисты проверили работу общественного транспорта. За время наблюдения на линии отсутствовали 3 троллейбусных и 15 автобусных маршрутов. Уже в 39 регионах ребята вышли, чтобы понять, какие проблемы на улицах наших городов существуют, на что жалуются наши жители, как ведут себя водители в общественном транспорте. В Ивановской области основное, на что жалуются жители, ну, по крайней мере, на текущий момент, это старые остановки, старые автобусы и не всегда корректное, значит, общение водителей. Мы уже провели рейд на одном из маршрутов, то есть это был второй маршрут, а также мы провели мониторинг хождения транспорта в вечернее время. Мониторинг проходил одновременно на трех точках и охватил порядка 90% муниципальных и межмуниципальных маршрутов. Так, к остановке площадь Пушкина в сторону площади Ленина чаще подъезжали 7-й, 18-й, 31-й, 35-й и 136-й. В сторону Парижской коммуны 18-й, 28-й, 100-й, 45-й и 129-й. Некоторых маршрутов не было вообще, а если посмотреть на картину, допустим, около того же самого современника, около 10-30 часов вечера, то получается, что автобус, который следует с ЖД вокзала на Шую, ходит чаще, чем любой из городских наших внутригородских маршрутов. В Иванове неизвестные хулиганы повредили стеклянные вставки нового остановочного павильона на улице Богдана Хмельницкого. Кстати, на фото мы наблюдаем ошибочную навигацию, которую нанесли еще осенью прошлого года, и до сих пор ее никто не исправил. Кроме того, в декабре 2019-го точно такую же остановку, только уже на улице Акуловой, деформировал неустановленный автомобиль. С тех пор прошел уже месяц, однако вынутые стекла по-прежнему лежат возле павильона, и, судя по всему, городские власти не планируют их убирать. У нас отнимут троллейбус. Листовки с таким заголовками стали появляться в Ярославле. Текст следующий. Мэрия приняла решение закрыть троллейбусное депо на городском валу и поставить там жилой комплекс. Строить будет ли беретская компания, при этом городской бюджет не получит за лакомый участок земли в центре города практически ничего. Сохранится ли троллейбус в Брагине и не останутся ли жители района без экологически чистого транспорта? Будете ли вы и ваши дети здоровы? Хватит грабить Ярославль. Создатели листовок неизвестны. Троллейбусное депо должно переехать на Ленинградский проспект на территорию трамвайного парка. Изначально предполагалось, что случится это в апреле 2020-го. Но сроки сдвинули на июнь. Городские власти заверили, что жители от переезда депо не пострадают. Массовых увольнений рабочих также не будет. В прошлом году Яргор Электротранс, городские власти и компания «Специализированный застройщик Перспективы», связанная с федеральным девелопером «Тройка РЭД», подписали инвестиционное соглашение, согласно которому мэрия Ярославля передает троллейбусное депо под застройку. На участке в центре города компания построит две многоэтажки, а взамен купит Яргор Электротрансу не менее 10 троллейбусов и новую тяговую подстанцию. Разработают проект школы на 500 мест, выделя 1320 квадратных метров жилья для расселения и нежилое помещение. Земельный участок останется в собственности города. Насчет сомнительности сделки неоднократно высказывались ярославцы и некоторые депутаты. Жители города обещаниям властей не верят и опасаются, что такая оптимизация приведет к исчезновению трамваев с улицы Ярославля. На переезд депо также потребуются немалые средства, которые, судя по всему, в бюджете не предусмотрены. А сотрудники ЯрГЭД боятся остаться без работы. Заместитель главы администрации города Иванов Владимир Карпов и начальник городского комитета по транспорту Николай Мановский приняли участие в селекторном совещании Министерства транспорта Российской Федерации. Вместе с представителями других субъектов страны в режиме видеоконференции они обсудили возможности обновления подвижного состава в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», условия участия в программе и оформления заявок. Суть программы в том, что за счет федеральной субсидии у провинции есть шанс получить скидку до 60% при покупке в лизинг новой техники. Такая возможность у регионов появилась впервые. Всего за пять лет предусмотренных для реализации программы, со слов директора Дорожного департамента Минтранса, на обновление общественного транспорта в субъекты Российской Федерации должны направить около 20 миллиардов рублей. В Иванове под условия программы попадает МУП «Ивановский пассажирский транспорт». Предварительный пакет документов для вхождения в федеральную программу совместно с региональным правительством от областного центра подготовлен. На официальном инстаграм-аккаунте администрацию города Иваново честно и открыто называют реальные цифры. Из 136 парковых единиц более 90% подвижного состава нуждаются в замене. В прошлом году Ивановский регион закупил пять новых уфимских троллейбусов, а затем приобрел и тестовый образец того же производителя. До этого новая техника поступала лишь в 2013 году. Добавляя обновление парка, это лишь первый шаг. Далее необходимо привлекать кадры и поднимать оплату труда. А также убирать из-под проводов дублирующие частные маршруты. Кроме того, нужно выстраивать эффективную работу надзорных ведомств, которые на данный момент отсутствуют. Кстати, в комментариях к новости пассажиры попросили об увеличении количества троллейбусного расписания на остановках областного центра. Осенью 2019 активисты объявляли сбор средств на изготовление. Расписание удалось собрать лишь 30% от необходимой суммы. Тем не менее, общественники обновили 15 аншлагов. К сожалению, город не взаимодействует с активистами и предпочитает действовать самостоятельно. Так, в конце прошлого года на трех остановках администрация города Ивана установила троллейбусные аншлаги, на которых были ошибки и неточности. Кроме того, спустя месяц одна из этих табличек дала трещину. Министерство транспорта Российской Федерации разрабатывает ряд законопроектов, запрещающих ранее судимым гражданам работать водителями такси. Соответствующие поправки планируется внести в Трудовой кодекс и ряд других законов. Велика вероятность, что предложение Минтранса поступит на рассмотрение правительства уже в июле 2020 года. За комментариями мы обратились к председателю Межрегионального транспортного профсоюза. Если мы сейчас людям с тяжкими судимостями запретим, например, работать в такси, получать какой-то доход, ну тогда они пойдут грабить. Потому что в такси люди идут тогда, когда не имеют другой возможности где-то что-то заработать. Значит, их никуда не принимают на работу в другое место. Тем самым мы просто усиливаем еще дополнительный криминал. Если, опять же, если говорить о том, что человек был осужден ранее за какие-то тяжкие преступления, и у него на уме есть что-то плохое, какие-то плохие замыслы он имеет, да, то ему не обязательно это делать, будучи работником такси. Он может это сделать в любом другом месте абсолютно. И здесь, к сожалению, мы с вами никак не застрахованы от таких лиц. Поэтому, на самом деле, я считаю данный законопроект абсолютно бестолковым. бесполезным и даже где-то вредным, потому что ничего хорошего от этого не произойдет. И, опять же, смотрите, какая ситуация получается. То есть у нас сейчас законодатель якобы задумался о безопасности пассажиров, хотя я считаю, что это больше какая-то пиар-составляющая. На самом деле, вряд ли этот закон пройдет, так как существует нарушение Конституции определенное. Но никто не говорит о безопасности водителей такси. Никто же не говорит, что в такси не может сесть человек, который ранее был осужден за убийство, например, за изнасилование, за ограбление. То есть эти же люди могут ездить в такси в качестве пассажиров. Они несут такую же опасность для водителей такси. Никогда такого не было, и вот опять. 23 января около 8 часов утра на регулируемом перекрестке Шереметьского проспекта и улицы Садовой 34-летний водитель автомобиля «Лада Веста» при повороте налево столкнулся с микроавтобусом «Пежо Боксер», следовавшим по маршруту номер 39. Маршрутка двигалась по встречному направлению на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения пострадала 80-летняя пассажирка маршрутки, получив ушибы, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области. На водителя микроавтобуса составлен административный протокол. В момент аварии в салоне автобуса находилось 10 пассажиров. В 2020-м в Петрозаводске вернулись к теме платных автопарковок. Об этом идет речь и в утвержденной городской комплексной схеме организации дорожного движения. О платных стоянках в Петрозаводске говорят уже не первый год. Город буквально задыхается от автомобилей. Забиты все улицы и квартальные проезды. Здесь в основном оставляют собственные автомобили сотрудники республиканских министерств и учреждений, расположенных в центральной части. Жители многих домов, устав от нашествия чужих машин, установили на своей территории шлагбаума. В микрорайонах в Петрозаводске порядка 20 оборудованных платных стоянок. В среднем месячная оплата здесь обходится в 3000 рублей. Свободные места бывают всегда. Стоянками, как правило, пользуются те, кто живет неподалеку. Остальные по-прежнему пристраивают свои автомобили во дворах и на газонах. В борьбе за парковочное место иногда доходит и до серьезного выяснения отношений. Э, мужик! Полюбуйтесь, а ведь они всего лишь не поделили парковочное место. Предложенный проект, который утвердили депутаты Петросовета, предполагал три варианта. Первый – это стопроцентная занятость парковочных мест, а их 360. Тариф 40 рублей в час, в итоге за 12 часов удастся собрать 172 800 рублей. А за год это само будет равняться 63 миллионам. Второй вариант – 50% загрузка парковок. Третий – 30%. Здесь цифры меньше располагаться. Платные парковки будут в центральной части города. Прибыль распределится на две части. Одна пойдет инвестору, который возьмется за организацию парковочных мест и их содержание. Вторая – муниципальному бюджету. При первом варианте полной загруженности Петрозаводск может получить 31,5 миллиона рублей. В 2020-м власти предметно займутся расчетами. Стоимость одного часа может составлять от 10 до 38 рублей. Цена устанавливается и меняется в зависимости от наполнеемости в разное время суток. Так, если заполнено 85% парковок, один час будет стоить 10 рублей. Если 90% – 21 рубль. А если все 100, то 38. Законодательное собрание республики внесет изменения в административное законодательство, предусматривающее ответственность за неоплату парковочного места. После этого администрация городского округа подготовит документы, регламентирующие расчет стоимости использования платных парковок и перечень улиц, на которых они будут размещены. На данную минуту у меня все. Традиционно увидимся в интернете. Не болейте и берегите друг друга. Продолжение следует...